Всем привет, друзья! Сегодня я прилетел в Северную Ирландию и я нахожусь в городе Белфаст. Это как раз город, где строили Титаник. И мы с вами посещаем Into Queens Belfast, международный центр в университете Queens в Белфасте. И мы узнаем, что здесь учат. Ну и, конечно, мы с вами узнаем, как живут студенты, какие здесь есть резиденции. В общем, очень много всего будет классного и интересного. Я вам дам несколько спойлеров. Мы посетим места, где снимали игру престолов. И также мы посетим с вами тропу гигантов. Что это такое, вы увидите дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы можете представить себе, чтобы в здании компьютерной инженерии, были вот такие комнаты для общих митингов. Ребята, блин, настолько круто, стильно сделаны. Вот это вот зал, где могут студенты собираться вместе. Игровые вот, вот, игровые аппараты. Смотрите, вещи висят сверху. Блин, очень классный такой холл. Как вы сказали, обучение идет 4 года на компьютерных программах. И один год из них обязательно это placement. То есть, когда вы делаете что-то в компании какой-то. То есть, вы учитесь в компании. Круто? По-моему, очень круто. И сейчас, кстати, мне показывали один из кабинетов, где используют лего. Используют лего, чтобы студенты делали различные проекты, связанные как компьютеры, связанные с различными инженерными делами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне показывают залы разные. И каждый зал имеет свой дизайн, свой стиль. И вот, к примеру, вот этот зал, он был разработан компанией. То есть, прикол в том, что компании вкладываются в университет, для того, чтобы сотрудничать с университетом, и потом к себе студентов, выпускников забирать. Также мне вот сказали про предыдущую комнату, где все было разукрашено в таких ярких цветах, что там мебель привозили специально из Италии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще очередная комната, не похожая на другую, а точнее, это класс. Посмотрите, я вам просто хочу показать, какие существуют классы. То есть, это не просто столы и парт. Несколько столов, где студенты могут сидеть в группах. Доска, получается, на всю стену. И также, смотрите, здесь дальше тоже зоны, где студенты могут сидеть, отдыхать, есть диваны. Электронная доска, еще телевизор, экран. Я не знаю, сколько дюймов, но немаленькие, ребята. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Печально известный во всем мире Титаник был построен именно здесь, в столице Северной Ирландии, Белфасте. Сейчас в городе даже есть так называемый квартал Титаника, представляющий собой масштабную реконструкцию набережной. В 2012 году было 100 лет со дня отплытия Титаника из порта в Белфасте. Сейчас здесь находится крупнейший порт, и чтобы обойти его потребуется, наверное, не один час. То есть, это реально огромное место по своей площади. И к 2030 году здесь планируют построить жилые дома, парки. Уже есть проект, он же здесь стоит на карте. И здесь должно жить около 30 тысяч людей. Включают в себя исторические морские достопримечательности, киностудии, учебные заведения, жилые дома и, конечно, музей и памятник Титаник. Здесь рассказывается история о Титанике, который был отправлен в плавание в этом городе и который затонул свой первый же рейс в 1912 году. С 1900 по 1913 годы здесь было построено 247 кораблей. В то время это самое большое количество в мире. Нигде в мире не строили больше, чем здесь, в Белфасте. А это центральное здание университета Квинс. Мы смотрим на указатели и карты. Чтобы понять размеры университета, можно сразу же посмотреть, где что расположено. Вот я вижу 39 зданий на карте. 39. Это чтобы вы понимали размер университета. А сейчас я в корпусе архитектуры. Здесь архитектура на очень высоком уровне. И что очень важно, у каждого студента есть свой стол в течение обучения, в течение года. То есть у него есть свой стол как офис. Здесь полностью открытое здание, открытое пространство. И все студенты, это как бы не кабинеты. Все могут видеть, кто что делает. Плюс это как бы естественно влияет на возможность сотрудничества и совместной работы между студентами. Я считаю, что очень круто. То есть это не как класс, да, и как бы постоянно там все меняется. Студенты меняются, приходят. Здесь это целое рабочее пространство. Вот это здание университета было самым большим кирпичным зданием во всей Европе. И только несколько лет назад его какое-то превзошло другое здание. Я не знаю, мне об этом не сказали. В общем, это гигантское здание, по которому легко потеряться. И здесь находятся сейчас несколько факультетов, включая инженеры. Следующий факультет, который мне показывают, это факультет финансов. И сейчас я нахожусь в комнате, в кабинете, который полностью спонсируется компанией. Это еще одна фишка университета Квинс. И компания Финтру, она спонсирует финансовое отделение. У студентов также есть возможность потом работать в этой компании. И вот, к примеру, студенты здесь представлены на бордах, которые после успешного окончания программы их приняли на работу. Вообще университет Квинс, он десятый по трудоустройству студентов, десятый в Великобритании. И, конечно, выпускники потом идут в разные компании, в разные сферы, в разных точках планеты, от Гонконга до Америки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы рассматриваете изучение права, то школа права в Квинс входит в десятку лучших в Великобритании. И вот как раз здесь в корпусе мы и находимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если вы будете здесь, то сразу надо ехать сюда. И время прежде всего проводить здесь. Мы пока ехали, была суперпогода, светило солнце. И сейчас видите, ну вы видите, конечно, на видео. Солнце заходит, начинает немножко подкапывать дождь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Библиотека университета Квинс недавно выиграла международную награду по архитектуре. И здесь в библиотеке есть дверь, которую снимали в хрониках Нарнии. И вот как раз они через эту дверь пробегают. И эта дверь сейчас ведет вот в такую очень крутую комнату, которая полностью стилизована под хроники Нарнии. И даже вот на столе здесь показана карта вот этих земель. Игру престолов, конечно же, снимали в разных локациях. И вот мы приехали еще на очередную локацию. Вот здесь снимали сцену, будем говорить так. И всего два фрагмента попало в серию какую-то, я не знаю. Можете посмотреть, поискать, если получится, найдете. Всего по 20 секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас день второй, и сегодня мы смотрим резиденции, где живут студенты. И сейчас мы находимся в студенческом городке. Это территория. На всей ее территории находятся разные здания, где живут студенты. И вот так все это дело выглядит. Ну, это просто как городок. Вот это одно из зданий новых, построенных. Дальше по всей территории куча-куча разных домиков. И вот это общий зал в одной из резиденций. Здесь, я не знаю, там есть все. Смотрите, разные барные столы с зарядками, USB-чарчеры, зарядки для компьютеров, барные столы. Здесь вот этот бар закрыт. Закрыто по соображениям, естественно, ковидных мер. Разные зоны. Бильярд, пул, теннисный стол. Есть игровые аппараты. Есть зоны для индивидуального обучения. Блин, просто круто. Я спросил про вместимость всего этого студенческого городка. Значит, он здесь не один, на самом деле. То есть есть вот этот, скажем, самый крупный студенческий городок у университета. Есть еще дополнительные резиденции ближе к центру города. Но Белфакс вот сам небольшой. И здесь, в принципе, все в шаговой доступности. Вместимость всех резиденций 3000 человек. Все комнаты здесь сингл. То есть на одного человека. И мы их посмотрим с вами сегодня. Мне сказали, что большинство комнат на 90% здесь все занято. И вот мне показали одну пустую комнату. Вот это вот типичная комната студента. Кровать небольшая. Стол. Кстати, стол 2 метра шириной. Полкишка, ванная комната, душ. Но они, в принципе, стандартные. Все ванные комнаты. Конечно, потом это все будет задекорировано, когда студент приедет. Да, и каждый студент сразу же получает вот такой небольшой наборчик. С сим-картой, флешкой с основными материалами. Ну и разные инструкции. Мне, кстати, сказали, что здесь есть даже специальные резиденции, где живут семьи. Ученики, у которых есть семья, они могут учиться и жить со своей семьей. Также в резиденции есть зал для индивидуального обучения. То есть помимо того, что у вас есть свои комнаты, многие думают, что комната – это все. Нет. Вот в резиденции есть еще отдельно залы с компьютерами, где можно прийти и заниматься в спокойной обстановке. Ну, если ты не хочешь находиться все время в комнате. Сейчас мы находимся с вами в медицинском центре. И здесь весь медицинский центр, он имитирует все, что происходит реально в больнице. Вот здесь мы видим манекены, к примеру. Это очень дорогая штука. То есть цена может доходить до стоимости автомобиля. Здесь встроенные камеры, когда ученики что-то делают, все это записывается. И это потом показывается на экранах, где они смотрят, проверяют, что они делали не так, что делали так. Тут же стоят микрофоны, то есть записываются разговоры. Все вот эти. Это центр симуляции реально условий, в которые попадают будущие врачи, медсестры. И также здесь могут использоваться реальные актеры, которые симулируют... Симулируют, в общем, они... Еще один абсолютно новый биологический центр. Сразу же хочу обратить ваше внимание, что здесь самый сильный предмет, он ходит в... Он на четвертом месте во всей Великобритании. Это food nutrition, ну то есть изучение питания. Сейчас становится очень-очень популярно здоровое питание, естественно. Ну, вы понимаете, для чего. Вот этот центр, он специализируется на этом. И вообще биологические науки, даже морская биология, у них есть один из центров, который напрямую контактит с озером и морем. Если вам интересна биология, биомедицинские науки, медицина, то Белфаст очень сильный вуз. Белфаст очень сильный вуз. Белфаст очень сильный вуз.